Песня Сердце прописано, и вовек не стирается, Над сведыми бурилами новый день загорается. Света тебе и радости, мира и благодетствия, Верных друзей, хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, и счастья желаю тебе. Как воспитать эту землю, Все, что прожито, пройдено, Все, что будни и в празднике, Именуется Родиной. За стебями широкими, С перелетными старинами, С городами далекими, Молодыми и старыми. Света тебе и радости, Мира и благодетствия, Верных друзей, хороших, Солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, И счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, И счастья желаю тебе. Все мечты и привозки, Все надежды приемлемы, Потому что всем сердцем Я люблю эту землю. И пусть свет не рассеется, Что со мной будет стариться, Где-то в небо поселит, Где-то в чем-то останется. Света тебе и радости, Мира и благодетствия, Верных друзей, хороших, Солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, И счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, Желаю тебе, земля моя, Высокая моя, Это я знала, и счастья желаю тебе. Добрый день, дорогие друзья! Алнашская земля — поистине хлебородный край, земля талантов, удивительна по красоте природы, богата на щедрых душой и разносторонне одаренных людей. Взрастила сотни достойных высокой славы личностей — ученых, писателей, артистов, художников, спортсменов. Среди них и наш знаменитый земляк Владимир Александрович Ярыгин, достойно показавший себя в оружейном деле, тем самым прославивший Утмуртский край. Испокон веков слава российского оружия гремела по всему миру. В этом немалая заслуга и оружейников Ижевска. Поколение мастеров веками ковали для нашего города славу оружейной столицы России, а для нашей страны — величие сильной и непобедимой державы. Так получилось, что на конец 2019-го, начало 2020-го года пришлись юбилейные даты всех самых знаменитых ижевских оружейников, тех, чьи имена остались в истории в названиях созданных ими образцов стрелкового оружия. В ноябре 2019-го года страна отметила 100-летний юбилей патриарха оружейного дела Михаила Тимофеевича Калашникова. 20 февраля 2020-го года — столетие со дня рождения Евгения Федоровича Драгунова. А 1 апреля 2020-го года 70 лет исполнилось заслуженному конструктору и заслуженному работнику промышленности Российской Федерации, ведущему конструктору акционерного общества «Ижевский механический завод», почетному гражданину города Ижевской и Удмуртской республики, почетному гражданину села Алнаши Владимиру Александровичу Ярыгину. В год юбилея встретиться с ним нам помешала пандемия. И сегодня, спустя год, мы приветствуем нашего выдающегося земляка на Алнашской земле. Владимир Александрович, мы приглашаем вас на сцену. Надеемся, что здесь состоится интересный диалог. Мы рады видеть среди гостей главу муниципального образования «Алнашский район» Семенова Алексея Викторовича, а также наших выдающихся земляков. Работника дипломатической службы Российской Федерации, профессора Семенова Бориса Максимовича, профессора, доктора биологических наук Туганаева Виктора Васильевича, инженера, активиста Алнашского землячества Измайлова Владимира Николаевича, профессора, доктора филологических наук Измайлову Зуеву Анну Сергеевну, народного артиста Удмуртии, заслуженного артиста России Байкова Вячеслава Петровича, ведущего инженера радиозавода Ушакова Николая Викторовича, заместителя начальника Машкинской полиции в отставке Хасанова Тимирхана Гаязовича, ветерана Вооруженных сил противовоздушной обороны Фадеева Геннадия Минникаевича, а также учащихся школ и ваших земляков. Человек рождается. Какой будет его судьба? Как сложится его жизнь? И что такое жизнь вообще? Это стремительный поток с минутами радости и печали, счастья и горя, улыбок и слёз. Через все испытания человек должен пройти и оставить о себе добрые воспоминания. Это возможно лишь тогда, когда человек живёт не только для себя, но и для других. Именно таким и является наш знаменитый земляк. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Дорогие друзья, сегодняшняя встреча переполнена мужеством и чувством патриотизма, а также дружественными приветствиями, которые будут звучать в честь легендарного земляка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Владимир 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 Владимирович родился в селе 1 апреля 1950 года в семье военных фронтовиков. СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Владимир 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 Владимирович, ваши родители воспитали достойных людей, из которых нужно брать пример. Расскажите нам о своих родителях и братьях. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хочу всех поприветствовать здесь собравшихся. Значит, очень рад видеть здесь молодых людей. Значит, вот эта встреча у нас, безусловно, значит, она посвящена, ну, то, что, значит, 71 год мне исполнилось. Но совсем недавно, значит, все-таки еще празднуется День Победы. Вот я вас всех с этим великим праздником, с Днем Победы поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Если говорить о, ну, так сказать, об Ярыгиных, то надо сказать, что род Ярыгиных, он начался, значит, в Вятской губернии, это Кировская область сейчас. Значит, значит, я могу сказать больше, чем про моих родителей. Значит, мой прадед Спиридон Самойлович 1848 года, он воевал в Болгарии, значит, с Османской Турцией. И, как воспоминание моего отца, значит, он получил там два ордена Георгия, четвертой степени и третьей степени. Ну, а в 1900 году родился мой дед, вот, и он, значит, воевал с Колчаком, служил в Красной армии, воевал с Колчаком, вот, был впоследствии инициатором колхоза. Колхоз назывался «Красный дирижабль», вот, и потом, значит, стал председателем райпотребсоюза. Ну, в 1940 году, ну, наговорили, что там репрессии, репрессии, может быть, они были действительно оправданы, но перед войной, конечно, от некоторых передовых людей пытались избавиться. И вот, все руководство, значит, в 1940 году было руководство района, было, в принципе-то, отравлено, и в 1940 году мой дед, значит, скончался. Деда звали Алексей Спиридонович. Ну, а в 1922 году родился мой папа Александр Алексеевич. Ну, после окончания школы он работал в колхозе, который создал его отец. Ну, и потом был призван в Красную армию. Служил он в Красной армии, значит, с ноября 1941 года. Он оставил тут свои записки, значит, как там проходила эта вся служба. Значит, я хочу, чтобы вот это достояние, которое он оставил, оно было не только нашей семье, но и, значит, публично знали, по крайней мере, вот в Волнарском районе. Я поэтому вот эти вот воспоминания попытаюсь его зачитать, чтобы что-то лишнее не сказать. Ну, это действительно, значит, тот действующий воин, у которого, вот, значит, и все это, так сказать, очень было на его памяти. Вот он, значит, так пишет, я попытаюсь что-то прочитать. Мне довелось участвовать в отражении натиска врага под Москвой. Наша 16-я армия под командованием генерала Рокоссовского сдерживала яростный натиск врага на главном направлении. Воишни, днем и ночью, немцы рвались к Москве. За день, за день приходилось отбивать 33-4 атаки врага, приходилось даже переходить в рукопашные бои, но враг не прошел. 5 декабря 41-го года наша армия получила подкрепление, перешла в наступление и за зиму 41-го года отбросила врага от Москвы на 200 километров. Отступая, враг сжигал наши города и села. На нашем пути торчали одни печные трубы, разбитая немецкая техника, да вражеские трупы. В боях за Москву я был ранен и в конце декабря вернулся в свою часть, но уже на Рафаминском направлении. 2 января 42-го года наша дивизия заняла Малая Ревславец и двинулась на Калугу, но нас повернули правей на Сухимичи. Город был освобожден в конце февраля, немец отступил. На Брянск мы дошли до реки Жиздра и в начале апреля вынуждены были перейти к обороне. В апреле наша 16-я армия приняла новый командующий Баграмян, так как 8 марта 42-го года Рокоссовский был ранен в Сухимичах. Оборону наша дивизия держала на этом направлении до 12 июля месяца. 12 июля 42-го года перешли снова в наступление и в течение 25 дней продвигались на Орловском направлении. На 40 километров продвинулись. Заняли много населенных пунктов, в том числе Будамонастырская, большой населенный пункт. И несколько высот. Снова заняли оборону в сентябре 42-го года. Меня направили на офицерские курсы, которые окончил в феврале. После окончания присвоили звание лейтенанта. Направили во 2-ю гвардейскую армию под командиром взвода. В то время наши бои на Брянском направлении и фронт называли Брянским. Но большого успеха мы не добились. Продвинулись всего на 12-15 километров. А 10 марта 43-го года я снова был ранен и контужен. Он лечился в Москве в госпитале и в разных других госпиталях. Закончил лечение в Ташкенте. И потом уже в 44-м году он был демобилизован по ранению. И получил инвалидность в начале 2-й группы. Потом через некоторое время ему дали инвалидность 2-й группы, 3-й группы. Так вот, был демобилизован в 44-м году по ранению. Вернулся на свою родину в Кировскую область. Потом, как уже было сказано, его военруком поработал в школе где-то с год. А в 46-м году его демобилизовали проводником на железную дорогу Москва-Владивосток. В 47-м году он поступил в зубоврачебную школу в городе Кирове. И в 49-м году по распределению они попали в Алнаши. В Алнашах он работал зубным техником. И, мало того, он работал еще и рентгенотехником. Вот. Ну, в общем-то, проработал до 87-го года в нашей Алнашской больнице. Надо сказать, что в 49-м году, значит, не было такого направления, как зубопротезное направление. В нашей больнице вообще зубного кабинета, в принципе, это не было. И мой отец, он был как бы основоположник. Вот именно этого. До этого приходилось, даже если у кого-то болели зубы, приходилось ездить в Можгу. Ну, понятно, что дороги там были очень плохие. Ну, в общем, вот, это был как бы начинатель этого зубного дела в нашем районе. Ну, а если говорить про маму, мама родилась, значит, тоже в Кировской области. Сейчас, минуточку. Мама родилась. Алло. В Кировской области, в соседней деревне, если отец родился в деревне, очень красивым названием рай, вот, мама родилась в соседней деревне, значит, она родилась в деревне Бутырки. Вот, рай, он, конечно, жил, жив, скорее всего, и будет, и дальше жить. Ну, знаю я там был, значит, видел, значит, туда приезжают, значит, из Кирова, там строят коттеджи, там дачные места. А деревни Бутырки, Бутырок, в принципе, это больше нет, но там стоит памятник. Памятник такой, что вот на этом месте, с такого-то 1700, там, 78-го, не помню, какого точно года, значит, была такая-то деревня Бутырки. Памятник такой стоит. Но сейчас этой деревни-то уже и нет. Вот. Мама, она с 22-го года, вот, она, да, у нее, у нее отец, он тоже был, как бы, он был довольно грамотный человек, Иван Григорьевич, отец, он был грамотным человеком. Ну, грамотным считалось в то время, значит, когда церковно-приходская школа, значит, ну, закончили там 4 года учебы. Это уже считался человек очень грамотный. И вот в колхозе, где он там, значит, работал, он был счетоводом. Так что, умер он довольно рано, потому что прошел империалистическую войну, был ранен, но одна ромка не работала. Вот. Но вот после ранения был демобилизован и, значит, работал в колхозе в этом. Умер очень рано, где-то в 32-м году, поэтому живых так, я их не знал. Вот. Мама, она закончила курсы немецкого языка до войны, работала, значит, учительницей в Кировской области, вот, и во время Великой Отечественной войны в 42-м году она была призвана в ряды Красной Армии. Служила, значит, радисткой в войсках ПВО. Вот. Ну, что рассказывала, что, значит, вот, начинала тоже под Москвой, закончила свою службу в Риге, значит, и так, значит, очень сложно было во время, во время там маневров, во время передвижений, значит, все время пришлось переезжать, значит, если на поезде, то бывало, что немцы бомбили поезд, выскакивали из вагонов, значит, а у нее была немецкая рация, такая большая, тяжелая, вот, и когда выходили, значит, выскакивали, она в первую очередь пыталась прикрыть вот эту вот рацию с собой, ну, а была у нее, говорит, подружка Валя Ротина, как сейчас помню, рассказывала, из Москвы, вот, и они, значит, договорились так, что если меня убьет, напишешь моим, если убьет, значит, тебя, то я напишу, вот, закончили они, вот, вот, да, во время службы, значит, при, постоянно, когда переходили, переезжали с места на место, значит, во время, это самое, все время двигались на запад практически, ну, а нужно было где-то, где-то надо было, вот, установить эту рацию, то есть, они постоянно делали, значит, на как переехали на новое место, строили землянку, там, где рация должна работать, значит, и бытовую землянку, то есть, отслужив, значит, вот эти вот, все, что требуется там по службе, они потом, значит, пытались, еще, значит, ну, не пытались, а делали еще землянки, то есть, носили девочки, значит, по сути дела, на себе бревна, вот, таким вот образом, и уже в 45-м году, в 44-м году были в Риге, но там-то, говорит, нам дали хорошие условия, нам дали там кровати, там, что-то еще вот такое вот, ну, а потом, когда уже объявили, что враг повержен, что уже победа, вот, в Минске жила ее сестра, Ольга Ивановна, она всю жизнь была в партизанах, вот, после войны она вернулась в Минск, ну, а поскольку Рига и Минск так недалеко, и мама съездила к ней, значит, даже хотела там, в Минске остаться, даже устроилась на работу, но Минск, говорит, был такой, что там, значит, все вот эти вот рельсы, они просто торчали, все разбито, все разгромлено, тот паек, который, значит, ей выдали там, после того, как она демобилизовалась, он заканчивался, а жить на те пособия, которые давали сестре, она не захотела, поэтому уехала обратно в Кировскую область, вот, в Кировской области она работала учителем немецкого языка, в 1948 году они поженились с папой, значит, папа закончил, значит, зубопротезную школу, и вот они вместе сюда переехали, там, в Кировской области у меня родился брат Геннадий, 1948 года, я родился здесь, в Волнашах, так что, такая вот, алло, алло, вот, я родился здесь, в Волнашах, значит, ну, у меня есть еще брат Сергей, значит, после окончания школы, я, значит, поступил в механический институт на, по специальности стрелковое оружие, мне порекомендовал, по сути дела, это был Борис Владимирович Саушкин, который в то время был деканом машиностроительного факультета у нас в механическом институте, ну, почему, он просто, в принципе, это знал, что есть какой-то, вот, у меня такой был интерес к этому, к этому оружию, потому что наши родители, они были близки, значит, друг с другом знали, значит, кто и чем там увлекаются, в принципе-то, вот такие вот дела. Брат Геннадий, он хирург, работал зав. отделением, хирургическое отделение в Завьялове, районной больнице, вот, но он, к сожалению, рано ушел, ушел в 2000 году. Значит, Сергей, брат у меня, он военнослужащий, полковник по должности, начальник военной приемки на Уралмаше в Екатеринбурге, вот. Ну и я, значит, вот закончил механический институт, работал, значит, в механическом заводе, то есть занимался разработкой, а как спортивного, так гражданского, так и боевого оружия. Спасибо, Владимир Александрович, за подробный ответ. Действительно, ценная информация была, даже по одному вашему письму можно изучать историю, можно вести уроки в школе, да. А сейчас в подарок, в память о ваших родителях прозвучит песня. Я пил у взрослой жизни рано, А вот сейчас бы убежать, в детство убежать, Как хочу к тебе прижаться, мама, И папе тайны рассказать, тайны рассказать. Вы простите мне, разлук и грешность, Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, А не из детства моего, Детство моего. Помолимся за родителей, За всех живых и небожителей, И в час, когда станет холодать, И души свечами согреет. Помолимся за родителей, Ангелов наших, хранителям, Помолимся, и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, Ангелов нашим, хранителям, Помолимся, и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Каждый ста из нас мудрее и старше, Но ли сейчас одно постиг, Истину постиг, Дай вам Бог уйти минута и раньше, Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, Пусть хранят ваш дом любовь и нежность, А не из детства моего, Детство моего. Помолимся за родителей, За всех живых и небожителей, И в час, когда станет холодать, Их души свечами согреет. Помолимся за родителей, Ангелов нашим, хранителям, Помолимся, и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, За всех живых и небожителей, И в час, когда станет холодать, Их души свечами согреет. Помолимся за родителей, Ангелов нашим, хранителям, Помолимся, и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Помолимся за родителей, Ангелов нашим, хранителям, Помолимся, и когда-нибудь Помолятся дети за нас. Помолимся, и когда-нибудь По морям садите за нас. В детстве Владимир, как и все мальчишки, играл с пистолетами. Только они у него были настоящие, боевые. Отец состоял в добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту и часто приносил оттуда разное оружие. Маленький Вова вместе с братьями увлеченно разбирал их, внимательно изучая конструкцию. И к старшим классам он знал ее на приличном уровне. Владимир уже не задумывался, куда пойдет учиться. После окончания средней школы поступил в Ижевский механический институт, на специальность, по которой работает всю жизнь. В институте Владимир специализировался по пневматическому оружию. В это время это было новым и перспективным направлением в оружейном деле. Пневматических образцов оружия в стране было мало. Из отечественных старенькая винтовка Иж-22. Да еще после войны были разработаны два пистолета. Однако сказать свое слово о пневматическом оружии Владимиру не пришлось. На Ижевском механическом заводе, куда он попал по распределению, его бросили на разработку огнестрельных спортивных пистолетов. За год до начала Московской Олимпиады совместно с коллегами они разработали спортивные пистолеты Иж-34 и Иж-35 для членов Олимпийской сборной. В том же году пистолеты были поставлены на серийное производство. И до сих пор из наших ижевских пистолетов стреляют российские спортсмены на чемпионатах различного уровня и завоевывают призовые места. В процессе разработки Владимир Александрович постоянно выезжал в командировки, встречался со спортсменами на сборах и соревнованиях, выслушивал пожелания, недовольства, критику. Потом приезжал обратно на завод и старался устранить все недостатки и ошибки. Владимир Александрович, ваши пистолеты на международных ярмарках в 1984 и в 1989 году получили золотые медали и принесли вам широкое признание в кругах спортивной общественности. Расскажите, пожалуйста, сколько образцов оружия вы разработали за это время и дайте им небольшую характеристику. Здравствуйте! Игрушки, значит, все вроде как бы сделано. А в то время, когда в наше детство, ну, этих же игрушек, по сути дела, не продавалось. Поэтому приходилось делать, собственно, даже своими руками. Вот, и делали, значит, ну, там, от нашего возраста так что-то делали. Ну, или пугачей где-то возьмешь там, значит. Ну, вот, все, наверное, с чего у меня началось, это вот то, что у меня, у нас в доме была винтовка. Ну, в 50-х годах оружие, в принципе, в доме можно было держать и не держали. Ну, и как вот было сказано, что отец действительно приносил очень много оружия, значит, домой из организации ДОСАВ, где он был, в принципе, активистом. Ну, в общем-то, приходилось, значит, и в руках их подержать, это такая серьезная вещь, значит, где что-то нажимается, пытаешься нажать, и вот так вот в руки возьмешь, серьезно все, значит. Значит, ну, в общем, когда я поступил в механический институт, там, конечно, были курсовые работы, там, безусловно, я проектировал. Помню, был у меня курсовой пистолет-пулемет, я спроектировал, значит, на диплом вышел с пневматическим пистолетом. Тогда мне один профессор, Михаил, он порекомендовал, знаете, огнестрельное оружие тут каждый занимается, попробуй, значит, вот такое исследование сделай по пневматике. В общем, вот с этой работой я и вышел на диплом. А когда уже распределился на механический завод, ну, в первую очередь, как было сказано, значит, нужно было подготовить пистолеты именно к Олимпиаде 80. И вот эти спортивные пистолеты, было на задание, это только пришел в 73-м году, значит, начал с того, что проводил Нигровскую научно-исследовательскую работу, потом перешел на опытно-конструкторскую работу, и в 1979 году пистолеты были уже поставлены на серийное производство. Так что к Олимпиаде пистолеты, в принципе, это были готовы. Вот эти два пистолета довольно такого олимпийского уровня. Ну, основные характеристики, безусловно, как бы просить сказать, значит, это в первую очередь спорт, это точность, кучность, эргономика, ну и все остальное. А что это такое? Безусловно, вот олимпийский вид упражнений, это очень высокоскоростное упражнение. То есть, вот, надо, значит, вот, рука опущена, подается команда, за 4 секунды надо, значит, поразить 5 мишеной с переносом руки. Вот такие вот, а это значит, что, чтобы в это дело попасть, безусловно, первое требование, это нужно было обеспечить его устойчивость при выстреле. То есть, возмущение при выстреле должно быть самое минимальное. Второе, ударно-спусковой механизм должен обеспечивать очень легкий и короткий спуск. Ну, и третье, это прицельное приспособление, безусловно, баланс. В общем, вот это, как бы для спортивного оружия. Эти требования. Спортивное оружие я вот разработал, вот 34-35, я вам тут показали. Значит, разрабатывались и другие модели. Вот, видишь, 42 был разработан так же. А потом, значит, модернизировал еще ИШ-34, ИШ-35. То есть, по сути дела, вот видите, сколько уже. Ну, в принципе-то, спортивное оружие, на базе спортивного оружия разрабатывались в том числе и карабины, и все такое. Ну, а потом уже в 90-х годах, да, в 90-х годах, это уже пришла тема, значит, разработки боевого оружия. Почему такая актуальность была? Да потому что опыт показал, что в Афганистане тот пистолет Макарова, который, значит, сейчас на вооружении все еще, безусловно, стоит так же, значит, он достаточно маломощный, он не пробивает те живые цели, по сути дела. Ну, в общем, получается, что требовалось более мощное оружие. Поэтому вот такое вот задание было дано, но задание было не только дано. Меня просто привлекли к этой работе, безусловно. Но шла конкурсная работа. А это, значит, было привлечено несколько предприятий к разработке боевого оружия с такими-то определенными требованиями. Вот. Это был под Москвой город Климовск, это была Тула, вот. Ижевск мы пытались сделать три образца. Ну, в общем-то, в финал вышли. Значит, вот мой, как бы, пистолет. Ну, и еще два пистолета, это Климовский и Тульский, которые впоследствии пошел, как бы. Но, надо сказать, что основная востребованность все-таки определилась, что пистолет Верегина, это, в общем-то, самый востребованный пистолет получился. Потому что вооруженные силы, они, как бы, заказывают эти пистолеты в большем-большем количестве. А пистолеты конкурентов, ну, они практически очень мало. Вот. Но у нас там достаточно большое производство. Так что, вот. Ну, мало того, я еще это разрабатывал и спортивные пистолеты. Разработал спортивные пистолеты на базе боевого пистолета. Ну, так что много было разработок. Сколько вот в общей сложности, наверное, посудить, так это, наверное, где-то образцов 20 у меня было, не меньше. Это были и гражданские образцы, и были, значит, и боевые образцы, и спортивные образцы. Это были образцы, значит, которые, ну, для травматического действия, то есть оборонного, это самозащиты. Вот. Такие образцы. Всех перечислять тут, конечно, сложно. Вот, буквально, да, в прошлом году, в прошлом году выставка была в музее имени Калашникова. Там было достаточно много, значит, представлено вот этих всем, все образцы, там целая большая экспозиция. Так что, если есть желание, вы можете посмотреть еще даже в интернете все, можете найти, безусловно. Ну, образцов, говорю, достаточно много. Надо сказать, что, значит, каждый образец, это, безусловно, вкладывается при разработке, вкладывается туда туша. Значит, не просто там взял, что-то придумал, это самое. Нет, если что-то сделал, ты должен, безусловно, во-первых, проверить, как это все на производстве, собирается-то, не собирается. Сам непосредственно пытался, значит, первые выстрелы всегда сам делать, потому что, если доверишь кому-нибудь, ну, мало ли что, случится с товарищем. Вот. А вдруг сам где-то не рассчитал по прочности, там, еще по каким-то характеристикам. Не дай бог. Вот. Поэтому делал я всегда. Начинал испытания сам, ну, а потом-то, значит, уже проходили испытания, вот, по боевому оружию. Очень много испытаний проходило. Там, значит, идет проработка, значит, целыми этапами. Ну, вначале эскизный проект, потом, значит, технический проект, ну, а потом, значит, подготовка госиспытанием. Предварительный проект, ну, и госиспытания, а еще испытания сравнительные. И таким образом, значит, этапов пять или шесть надо пройти. И вот эти вот этапы пришлось всех проходить. Но, а что такое испытание? Испытание образца, это есть испытание самого конструктора. Это же тоже, как бы, напряжение такое, когда испытывают твой образец, а ты в этот образец вложил всю душу. Спасибо, Владимир Александрович. В продолжении вашего ответа, в 1990 году, как уже сказал Владимир Александрович, Министерство обороны объявило конкурс на создание нового оружия, в котором, как мы уже узнали, выиграл пистолет в конструкции Ярыгина. И в 2003 году он был запущен в производство. Опыт работы с высокоточным спортивным оружием помог Владимиру Ярыгину сделать пистолет, соответствующий условиям конкурса. Он стал первым пистолетом собственной разработки Ижевского механического завода. Новому полуавтоматическому зарядному пистолету было присвоено название «Пистолет Ярыгина». С 2003 года пистолет поступает в Вооруженные силы Российской Федерации, в прокуратуру, Министерство внутренних дел, отделы специального назначения и отправляется на экспорт. На основе пистолета Ярыгина был создан ряд модификаций, в том числе облегченная версия, спортивные, травматические, газовые и пневматические модели. Предлагаем познакомиться с пистолетом Ярыгина поближе. Внимание на экран. Вот этот вот пистолет, впоследствии по решению Межведомственной комиссии, который проходил испытания параллельно, значит, в конкурсе со всеми остальными пистолетами, ему было присвоено имя автора. То есть он в настоящее время называется 9-мм пистолет Ярыгина. Какие тут особые характеристики? Масса пистолета 950 граммов, патрон 9х19, довольно мощный патрон, который поражает защищенные индивидуальными средствами защиты целей. 18 патронов в магазине. Вот такой вот двухрядный магазин. Это сделано для того, чтобы обеспечить при минимальных габаритах по высоте достаточно большую вместимость патронов. Механизмы управления пистолети, они выполнены таким образом, можно манипулировать этим пистолетом как правой рукой, левой рукой. При таком взведении можно поставить на предохранитель, можно поставить на предохранитель и вот при таком взведении курка. Это все дает дополнительные эксплуатационные характеристики по отношению к аналогам. Указатель наличия патронов. Очень простая сама по себе сборка-разборка этого пистолета. Изнимается вот этот вот замыкатель, снимается блок, затвор со стволом, извлекается ствол сам с возвратной пружиной. Вот таким вот образом. И все это делается буквально за секунду. Можно, значит, быстренько почистить, смазать. Эта разработка шла в несколько этапов. Были проведены испытания технического проекта, предварительные испытания, государственные приемочные испытания. По решению Министерства обороны были проведены еще и сравнительные испытания. Было выявлено, что на вооружение надо принимать вот с первого пистолета Ерыгина. Мы делаем их сейчас в достаточно большом количестве. Владимир Александрович, вот Вы уже рассказали, как у Вас появилась идея создания пистолета Ерыгина. Могли бы Вы нам рассказать о том, сколько времени ушло на создание Вашего пистолета? В 1990 году была первая редакция технического создания по разработке нового армейского пистолета. Это было как раз после окончания, по сути дела, афганской войны. Это техническое задание было дано, я уже говорил, нескольким предприятиям, нескольким институтам. И, значит, началась работа, ну, первый этап, это, безусловно, я уже говорил, это эскизный проект, то есть разработка эскизного проекта. Потом, значит, технический проект. Технический проект защищается уже испытаниями. Значит, все испытания проходят, значит, в воинских частях. Значит, ну, а дальше идет предварительный проект, предварительное, предварительное испытание. То есть, это готовность пистолета к государственным приемочным испытаниям. Все это шло, так сказать, в конкурсной основе. Ну, некоторые образцы, в частности, тольский образец был списан сразу после первого этапа испытаний. Значит, вот, начиная с 90-го года, шла разработка, этапная разработка, значит, этого пистолета. И где-то в 98-м году уже завершились государственными приемочными испытаниями. А в 92-м, 93-м году проходили еще сравнительные испытания. Что такое сравнительные испытания? Это вот конкурсная работа, надо было выявить этот комплекс, который, значит, пистолет, патрон, он все-таки лучше. Значит, который здесь лучше. Это, значит, из всех трех, а еще и импортные, иностранные образцы, вот это вот все сопоставлялось друг с другом. Ну, безусловно, значит, вот и было принято решение. В конце концов, в 2003-м году было принято решение, даже в 2000-м году было принято решение о том, чтобы, значит, вот пистолет Ирыгина, от Межведомственной комиссии было принято решение, чтобы вот этот пистолет принять на вооружение. А принятие на вооружение само происходит? Алло. Принятие на вооружение пистолет само происходит? Оно происходит постановлением правительства, то есть правительство, премьер-министр должен подписать вот это решение. И это было подписано, значит, соответствующим постановлением, и после этого это было официально. Начали мы эти пистолеты делать еще раз, даже раньше. Когда прошла Межведомственная комиссия в 2000-м году, наш завод уже начал делать эти пистолеты. Почему? Потому что в 90-х годах от Министерства обороны невозможно было добиться каких-то средств для того, чтобы, значит, организовать производство этого пистолета. И поэтому главный конструктор, Дорф Александр Лужевич, он вышел с таким предложением к генеральному директору и в ГРАУ, главное ракетно-артиллерийское управление, что мы сами сделаем эти пистолеты за свои средства. Вложили, значит, собственные деньги и, значит, эти пистолеты начали осваивать. Так что вот 2000-й год, начало производства, а в 2003-м году постановлением правительства только было принято это принятие на вооружение. Ну а дальше, значит, идет серийное производство. Так что вот, а что касается спортивного оружия, Когда принято боевое оружие, это является базой, на этой базе можно уже делать, значит, и другие пистолеты. Вот, в частности, Викинг был сделан, значит, на базе, это спортивный пистолет, на базе пистолета боевого. Вот. И до сих пор все еще это в производстве. Так что, такой этап. Спасибо. Сейчас продолжим про пистолет Викинг. Спортивный пистолет для практической стрельбы Викинг, созданный на основе пистолета Ярыгина, Получил широкое признание среди спортсменов и сотрудников силовых структур, Которые используют его во время тренировок. Одним из немаловажных преимуществ пистолета является его высокая надежность. Практически в любых условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50, в условиях дождя, запыления, при длительном отсутствии чистки и смазки. Владимир Александрович, дети подготовили для вас танец, и нужно будет освободить место. Пройдите пока в зал, чтобы посмотреть номер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Владимир Александрович, мы погоняем вас немножко туда-сюда. КОНЕЦ Для вас выступили учащиеся хореографического отделения Алнарской детской школы искусств, которое в апреле этого года отпраздновало свое 60-летие, с чем мы и поздравляем их коллектив. КОНЕЦ Следует отметить, что первые шесть выпускников окончили школу в 1966 году, и все они были баянистами. И среди них был и Владимир Александрович. Владимир Александрович, какие воспоминания остались у вас о тех годах, и играете ли вы на баяне сейчас? Да, баян у меня еще есть. Но, так сказать, публично-то я, конечно, не играю. А вот для своих внуков такие простенькие мелодии, да, играем. Это маленькая полька, это ёлочка. В общем, вот что-то такое больше детское. Ну, и мои внуки тоже, значит, они как-то с интересом берут, значит, баян в уроки. Ну, пока плохо еще у них получается, но, по крайней мере, они интересуются. Ну, а что касается, значит, во время учебы в школе, когда мы учились, значит, в школе и в музыкальной школе учились, наш класс, значит, всегда, ну, как бы хоть раз-то в неделю, значит, собирался вместе, вот. Это было в клубе, значит, собирались вместе, где-то в клубе, где-то в школе, значит, кто-то приносил баян, кто-то играл, а остальные танцевали. В общем, по переменке, вот как-то так. Как бы банально ни звучало, талантливый человек талантлив во всем, получается, да? В нашем случае тоже. Да, мне сегодня вам передали, передали вот эту вот газетку, сейчас покажу. Вот эта газетка, это я в первом, это в пятом классе, первый класс еще этой школы музыкальной, вот. Вот, ну, ходили, играли, ну, условно, значит, вот, я очень рад, что мне, у меня нашли эту, вот эту газету, мне такую газетку вручили, нашли, да, дали. Спасибо. Память останется, да. Владимир Александрович, инженер-конструктор, благодаря своему новому детищу стал четвертым ижевцем после Михаила Тимофеевича Калашникова, Евгения Федоровича Драгунова и Геннадия Николаевича Никонова, чье имя присвоено оружию. Владимир Александрович имеет 20 изобретений, 4 свидетельства на промышленные образцы и более 40 рациональных предложений. Выдающиеся заслуги отмечены почетными званиями. Заслуженный конструктор Российской Федерации, заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики, лучший конструктор Министерства оборонной промышленности СССР, награжден Орденом Почета, медалью за заслуги в создании вооружения и военной техники и многочисленными почетными грамотами. Он постоянный участник научно-практических конференций из ГТУ по стрелковому оружию, много работает со студентами и воспитал уже не одно поколение инженеров. Владимир Александрович, а ваши дети пошли по вашим стопам? Ну, значит, дочь моя, Марина, она 77-го года рождения, значит, она закончила медицинскую академию, она поработала здесь в Ижевске, вышла замуж, замуж вышла за итальянца, уехала в Италию. Сейчас она живет там. Ну, мы ездим к ней, она приезжает сюда, нынче мы тоже, нынче она тоже уже приезжала, но мы хотели приехать, значит, еще в прошлом году, но в связи с обстановкой по короне, значит, как-то не получилось. Нынче возможно, что это получится. Вот. А сын у меня, Дмитрий, с 83-го года рождения, он, значит, закончил лишь ГТУ, но у него несколько другая специальность, но у него была военная кафедра. Вот. И его пригласили, значит, в должности майор. Так что связан то, что, безусловно, он контролирует, это то, что производят там, значит, на концерне. Такие вот образы. Спасибо. Сегодня Владимир Александрович продолжает работать на Ижевском механическом заводе, занимаясь модернизацией существующих спортивных пистолетов для Федерации практической стрельбы России, улучшая эргономические и боевые характеристики выпускаемого оружия. Владимир Александрович человек команды, так как высоко ценит поддержку своих коллег и друзей. И совсем не баловень судьбы, хотя в жизни Владимира Александровича удачным образом сошлись выбор профессии и такие создания лучшего в мире пистолета. Снял молодым, говорит Александр Васильевич, что если конструктор работает только ради денег, высококлассный специалист из него может не получиться. Если он работает за идею, настойчив, увлечен своим делом, тогда достигнет значимых результатов, а все остальное придет с собой. Имя, присвоенное пистолету, это моя личная печать. Я отвечаю за него и за всех, кто его использует. Мы создаем оружие для отчизны не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы защищать. И наше оружие, безусловно, должно быть самым лучшим. Отрадно, что и у нас растут будущие защитники отчизны. В нашем районе функционирует с 2006 года военно-патриотическое объединение «Разведчик», которому присвоено имя уроженца деревни Утмурт-Гондарева, полного кавалера Ордена Славы Александра Федотовича Виноградова. И с 2017 года муниципальное отделение регионального молодежного общественного движения «Юнармия». Вашему вниманию представляем выступление ребят военно-патриотического объединения «Разведчик». И для этого Владимир Александрович снова попросит вас пройти в зал. Вашему вниманию «Разведчик» Детка до встречи «Разведчик» По дороге, что идет домой, пыль глотает сквозь огонь и зной. Возвращались до жの родной страны, опаленные войной сыны. Не отнять синевы у неба Память помнит все, где б я не был Ритм, славянки, буллы, стропы БДВ и горные дропы Десять лет шли на дороге той Десять лет страна жила войной Десять лет за горною рекой Теперь ребятам на покой Не отнять синевы у неба Память помнит все, где б я не был Ритм, славянки, буллы, стропы БДВ и горные дропы Слово предоставляется Ставе муниципального образования Алнашский район Алексею Викторовичу Семенову Уважаемый Владимир Александрович Дорогие наши гости Очень приятно вас видеть год спустя Владимир Александрович на Алнашской земле К сожалению, не получилось отпраздновать В прошлом году на Алнашской земле Мы очень этого хотели Вы тоже этого очень хотели Но нынче все получилось Жизнь налаживается Жизнь дальше идет И нынче я считаю, что нам повезло Слетиться с вами С легендой Алнашской земли С земляком Конечно, мы жили такое непростое время Я сам лично даже не знал Что у нас на Алнашской земле Есть такие земляки Как Владимир Александрович Как Борис Максимович Как Виктор Васильевич Так и другие наши гости Я вот лично сам Наших таких именитых земляков Узнал С того времени Сергеем Аркадьевичем Когда наши гости Стали приезжать на Алнашскую землю Они стали приезжать в таком составе В составе таких именитых наших земляков Нам было очень приятно И сегодня тоже Владимир Александрович Приехал не один Со своими друзьями С коллегами С командой своей Владимир Александрович Мне очень приятно Видеть с такой командой Вас на Алнашской земле Владимир Александрович Мы очень рады Что на Алнашской земле Есть не только композиторы Есть не только Самые знаменитые артисты Знаменитые артисты Спортсмены Но есть и такие Люди до сих пор для нас были закрытые И сегодня на уровне с Калашниковым вы известны на весь мир Очень приятно, что вы до сих пор остаетесь нашим очень уважаемым земляком И до сих пор вы любите свою родную землю Нам вдвойне это приятно Вы не забывайте, что вы родной край Всегда с удовольствием приезжаете Всегда встречаетесь со своими друзьями Для нас тоже очень приятно Мы вас очень любим, Владимир Александрович Мы очень вами гордимся Ценим нашу дружбу И надеюсь, что это будет продолжаться еще долгие-долгие годы Ну и конечно, то, что было сегодня создано вами Эти пистолеты И много, наверное, чего еще мы даже не знаем И может не узнаем Пусть только работает для нашей мирной жизни Когда есть такие люди Когда есть такое оружие Мы всегда будем, конечно, чувствовать себя защищенными Спасибо за ваш труд, Владимир Александрович От себя лично, от всей Алнашской земли Я желаю вам успехов И огромное спасибо за то, что вы делаете Будьте здоровы Будьте здоровы Живите долго-долго Вы для нас настоящая легенда, как калашников АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знают вас, как знаменитого оружейника России Почетного гражданина Удмуртской Республики И города Ижевска Заслуженного конструктора Российской Федерации Заслуженного работника промышленности Удмуртской Республики Ведущего конструктора Ижевский механический завод Внесшего огромный плац создания лучших образцов стрелкового оружия Я бы тут еще добавил Почетного гражданина Всеволнашского района С первых дней своей трудовой деятельности Вы проявили себя как умелый изобретатель И разработчик оружия как боевого, так и спортивного назначения Ваша увлеченность с профессией Это пример для подрастающего поколения Именно это позволило вам быть первым в создании нового оружия В рамках реализации программы Минобороны Российской Федерации Грач И сегодня 9-мм пистолет Ярыгина Состоит на вооружении в Российской Армии В прокуратуре, МВД, отделах специального назначения Ваши золотые пистолеты Иш-34, Иш-35 Высоко оценены олимпийскими чемпионами не только на Олимпиаде 1980 года Быть человеком-брендом – огромная ответственность, сказали вы Фамилия ваша звучит в одном ряду со знаменитыми и женскими конструктами Оружейниками Калашниковым, Драгуновым, Никоновым Эту ответственность вы достойно несете во благо нашей Родины Сделавший нашу страну сильной и непобедимой державой Уважаемый Владимир Александрович Разрешите передать вам от всего отмуртского землячества города Москвы Самые теплые пожелания Крепкого здоровья, удачи, везения Воплощения всех ваших планов Землячество гордится вами И высоко оценит ваш вклад в патриотическое воспитание молодежи И укрепление обороноспособности нашей страны Мирного неба, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным и близким Генерал-полковник Маев АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на такую известность Владимир Александрович остается всегда таким порядочным человеком Им всегда приятно общаться Любой день рождения Они забывают поздравить И всегда поддерживают эти связи Огромного вам спасибо Спасибо за это, Владимир Александрович Что не забываете Остаетесь просто хорошим Алнашким нашим мужчиной АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас предоставляем слово Семенову Борису Максимовичу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы молодцы, здорово, хорошие мероприятия провели. Честно говоря, юбилей Владимира Александровича мы в прошлом году отмечали в кругу как раз того коллектива, который был обозначен Алексеем Викторовичем Семеновым, однопамильцем. И вот сейчас очень приятно, что мы повторно отмечаем этот юбилей, он достоин этого. Я на что обратил внимание? Так, Владимир Александрович, пожалуйста, когда Вы будете рассказывать о своем дедушке, имейте в виду, что церковное образование, которое давали в те годы в России, это было очень хорошее образование. Вот четыре класса учебы формировали грамотных и очень хорошо знающих свои предметы, математику, русский язык и другие предметы ученики. То есть четвероклассники фактически были очень грамотными. Я убедился в этом, исследуя архивные материалы, читая анкеты этих людей, рассказы и материалы этих людей. То есть очень глубокое знание предмета, логическое изложение материалов. То есть система методика образования в церковно-приходцах школы была очень высокой. Во время учебы МГИМО наш преподаватель философии Исай Борисович был очень мудрым философом и он всегда приводил нам пример слушателей Духовной Академии. Вот он говорил, что если нас, студентов МГИМО, поставить напротив слушателей Духовной Академии, то слушатели Духовной Академии дадут сто очков вперед студентам МГИМО при обсуждении вопроса философии. То есть вот вообще церковно-приходское тогда образование и образование в духовных учебных заведениях очень высокое. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что дедушка ваш был действительно грамотным человеком, поэтому он и работал на таких должностях, которые пользовались уважением в сельской местности. Теперь хочу сказать, что Алнашский район — это кузница, не кузница, а колыбель удмуртской культуры, как мы все знаем. Еще очень появилось много известных удмуртских деятелей культуры, литературы, искусства. И появление вот таких ярких личностей уже в промышленной сфере, в новой промышленной сфере — это явление новое. То есть Владимир Александрович — это первопроходец нашей республики. То есть он фактически открыл список, я думаю, что он был должен, список ярких личностей, которые внесли очень большой вклад в развитие нашей оборудованной промышленности. И как первопроходцу, честно скажу, наверное, приходилось не очень легко. И то, что он добился таких высоких высот, меня все порывало спросить, каким трудом он этого добился, потому что ведь за создателем каждого вида оружия стоят и лоббисты, и другие заинтересованные силы. И поэтому то, что Владимиру Александровичу удалось пробиться через это, в том числе и сопротивление. Не думайте, что создание оружия проходило очень гладко, и все просто поддерживали, и все помогали. Нет, были и завистники, были и противники, то есть это была очень тяжелая работа. И вот сколько сил, настойчивости и находчивости приходилось проявлять Владимиру Александровичу, ну, можно судить по цвету волос. Смотрите, какие они, седые волосы, белые. То есть это вот показатель труда, который пришлось вложить Владимиру Александровичу в свои изобретения. И в качестве примера того, что вклад Владимира Александровича в оборонную промышленность и вообще в оборонное дело очень высокий, хочу сказать, года, два года назад, так, в 2019 году я был в Севастополе. Вот, и в центральной площади Севастополя был очень удивлен, когда увидел выставку образцов оружия. Вот, на этой выставке на самом видном месте лежал пистолет Ярыгина. Вот, то есть пистолет Ярыгина не только исполняет непосредственно оборонительные функции, он еще играет воспитательную роль, и вооруженные силы используют вот эти выставки видов, новейших видов оружия для того, чтобы мальчиков, то есть молодых юношей привлекать для службы в армии. То есть это еще и играет очень важную, мотивирующую пропагандистскую роль в нашей жизни. Так что, Владимир Александрович, я вас под душой поздравляю еще раз, уже, наверное, третий раз поздравляю с юбилеем. Вот, желаю здоровья, самое главное, благополучия, счастья. Вот, будьте всегда в числе первопроходцев, живите долго, счастливо. Вот, и я очень надеюсь, что ваш пример послужит мотивирующим фактором для того, чтобы Алнашская школа еще способствовала возникновению таких выдающихся оружейников, как Владимир Александрович. Поздравляю еще раз. Слово предоставляется Виктору Васильевичу Дуганаеву. Аплодисменты. Аплодисменты. Владимир Александрович, прямо замечательный вечер сегодня идет, происходит, происсякают все события, как по плану. Но, хочу сказать, вот какая мысль возникла о том, что вы известны всему району человеку, но наш район, население нашего района относится к категории разных, профессиональной категории. Есть обголенные крестьяне, колхозники, есть ребятишки, есть жилые люди. Вот как бы не в ущерб с вашей работе, но если бы вы встречались с этими категориями, пусть они воочию увидят, какой замечательный человек у нас на нашей земле. Это пусть для вас тоже будет определенным стимулом, когда человеку, человека приветствуются и радуются встрече с ним. Это служит определенным стимулом для дальнейшей работы. А наши ценники, которые не подведут вас, вы, пожалуйста, тоже обратите на это внимание. Но так, чтобы оно вам не мешало своей основной работе. Я очень рад, что в моем очень любимом районе есть такой человек, как конструктор, выдающаяся личность, Владимир Александрович Ярыгин. Поздравляю вас! Ну а сейчас слово поздравляем супругам Измайловым. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой земляк Алнарского района. Мы гордимся вами. Мы гордимся тем, что на славной Алнарской земле появилось новое лицо, новая гора, новая личность, которая сказала, что Алма-Алнарцы можем быть другими. Мы можем не только сеять, слагать стихи и быть первопроходцами в духовной жизни культуры лутмуртского народа. Мы можем, как уже сегодня говорили, создавать прекрасные автоматы. Мы можем продолжать дело достойного Калашникова и не символизировать Россию, через наши реалии, наше землячество и нашу славную удмуртскую землю, которую ничем не возьмешь. Она и сеет, и пашет, она возводит оружие, не чтобы бороться, как было правильно сказано, а чтобы созидать и сохранять свое владение, свои богатства. Мы с моим мужем, он мой заместитель. Я сейчас возглавляю трудовую доблесть по совместительству, мой муж, возглавляю трудовую доблесть России. Есть такая прекрасная организация, вся российская общественная организация героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий. Оказывается, есть такая организация, которая уже 10-20 лет существует на свете и только недавно дошла до нас, до нашей Удмуртской републики. Существует уже более 80 таких центров национальных окраин, городов, которые имеют, так сказать, право прославлять своих тружеников, тружеников, работников, достигших великих результатов в своем труде, в своем созидании, в своих разных талантах. И это хорошая организация, которая отмечает, награждает, понимая того, что без труда нет человека, когда-то сказал Адам Смит. Труд создал самого человека, сказал когда-то классик марксизма, ленинизма. И сегодня мы повторяем, что только труд есть основа всего. Нет труда, нет капитала, нет созидания. Это пример гражданского патриотического воспитания. И та молодежь, которая идет вслед за нами, создает новые ценности. Они понимают, что только труд создает высокий интеллект и высокое созидание. Мы привезли из Москвы, мы привезли из Новороссийска, вот такие награды, которые удостоены наши земляки. И председатель этого общества, герой социалистического труда, создатель, организатор метростроевцев, мистер-тростроевцев, Левин Алексей Гаврилович, ему на днях исполнилось 85 лет, попросил передать вам большой привет, огромный привет, огромную благодарность за ваш труд. Он тоже в восторге от тех же Бурановских бабушек, которые прославляют продолжать сегодня человеческое творчество в таком духовном выражении. И вручить вам удостоверение почетного, но знаку отличия, трудовая доблесть, Россия. Вот это вот такое удостоверение, то есть такая награда, которая есть уже у меня, Владимира Николаевича, удостоены мы первые на этой Ульмурской земле. Вы будете третий наш человек. Мы окончаем вам это почетное звание. Мы очень хотим, чтобы нас сняли, потому что мы оттуда отправляем нас к нам. Вот и суртякова есть. Суртякова у нас. Все, давайте в работе снимаем. А я куда? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А это значит выход в открытый мир, в мировое пространство. С именем нашего дерева земляка мы входим в мировую оружие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще пару слов. Можно добавить. Скажу. Без учителя не бывает продвижения вперед. Потому что у нас всегда учителя есть. И я хотел бы сказать о Саушкине Владимира Васильевича, который родился в Арзельге и всю жизнь проработал в Анастской средней школе. Ну, он начинал еще и летки, оказывается. Который удостоен двух орденов. Ордена Трудового Красного Знамени и ордена Ленина. Он воспитал своего сына, Бориса Владимировича, который кончил МВТУ имени Краумана и был деканом строительного факультета. И он направил нас учиться на свой факультет. И меня, и Владимира Александровича. Если бы он делал это направление, у нас бы не было этого знаменитого конструктора. Он бы, может, родился в другой области, достиг бы высоких результатов. Но он достиг того, чего он достиг, благодаря направлению именно Бориса Владимировича, который был деканом факультета машиностроительного. Его очень любили студенты. И вот мы учились под его руководством. Еще, пользуясь случаем, я хочу обратиться к главе нашего Алнашского района. Мы уже говорим нашего, потому что мы все родом из Алнашки. Чтобы он помог нам организовать филиал этого общества трудовой доблести России в Удмурской республике. Чтобы большее количество людей, представителей вашего района, были вовлечены в это движение патриотическое, гражданское. Чтобы люди больше удостаивались каких-то наград, хотя бы на уровне своего села, деревни, района в целом. Потому что вы знаете, что вы великие тружени, и как и мы все вместе взятые. Спасибо за внимание. Спасибо. Аплодисменты. Поздравляйте. Аплодисменты. Аплодисменты. Когда еще идея этого общества, город Ижас получил имя, почетное имя, трудовая доблесть России. Город трудовой доблести России. Это их инициатива. И в августе будет такой автопробег всероссийский. Он коснется нашей республики тоже. Это будет автопробег, посвященный городам трудовой доблести России, включая Ижевск. Так что придет время, и этот автопробег, и другой вид транспорта, похода коснется и вашего района. А тут ждет готовое общество, сообщество людей инициативных, молодых, да, молодых, других. И будет отдельный уголок, кабинет со своим знаменем, со своими знаками, другими отличия. И будут такие рождаться другие молодые Ярыгины, другие молодые Туганаевы, другие маратгланды, дипломаты из дипкоркуса московского. А мы будем радоваться, восторгаться и призывать наших растущих молодых в ней повторить их подвиг и идти дальше. Мы ждем тех, кто пойдет дальше нас. Добрый день, все гости. Владимир Александрович, в этом году школа искусств отмечала свой юбилей. Извините, пожалуйста, что мы не приглашали вас на это время, сейчас непозволительно приглашать всех. Но сегодня на нашей сцене мы хотим вас поздравить с вашим, в первую очередь, юбилеем, ну и с юбилеем нашей школы, потому что вы были первые, первые ученики, первые выпускники. Спасибо вам за то, что вы окончили эту школу, потому что не все дети у нас приходят к финалу обучения. Вам хватило терпения. И я всегда говорю, и правильно сегодня ведущие говорили, дети, которые обучаются в школе искусств, они бывают талантливы во всем. Разрешите поздравить вас. Уважаемый Владимир Александрович, я в Алнашах живу уже с 76-го года и очень хорошо знала ваших родителей, особенно Валентину Ивановну. Она старательная, такая женщина была. Вначале вела немецкий, а потом в интернате она была матерью всех интернатовцев. Такая спокойная, но в то же время очень требовательная женщина. Мы с Алнашами очень много мероприятий с выходами проводили. Вот Виктор Васильевич, я говорю, с 50 лет было, с тех пор каждый раз через 5 лет приезжает на Алнашскую землю встречу. Борис Максимович, ну и остальное. Но с вами вот сегодня видела видео. А и сегодня для меня, в общем, новость. Вот такая человек, ну, плохо знали, видимо, не приглашали. Или вы были? И, конечно, женщины сегодня, кто здесь, все, наверное, с благодарностью сидят. Потому что, когда не стреляют спокойно, так ведь всем. Мы спим спокойно, а оружие всякое. И не каждый сможет вот такую работу, такое дело провести. И я предлагаю вот дом, где живет Людмила Васильевна, в видеофильме. Вы вышли из этого дома, показали на березку. И так это было красиво где-то в марте месяце. Женщины, наверное, видели мужчины. И мне хотелось бы, пока вот этот дом стоит, мемориальная доска. Потому что в фрайпо идешь по улице. И они увидят, что вот именно такой, я бы сказала, уже великий человек родился, жил, вырос в этом доме. И он выходит с земли Алнарской. Это же человек-легенда, по сути дела. Очень бы хотелось, чтобы дети слушали, чтобы уроки проводились вот эти патриотические, патриотического характера. Сегодня мало на это обращаем внимания. Ну а когда вот, я помню вашего брата, потому что в 67-м году Сергей в лагере отдыхал, до сих пор перед глазами. Детская память, она остается в памяти. И это было бы очень здорово. При жизни пистолетия Рыгина. Вот. Это, наверное, не знаю, из миллионов одному. Такое. Да, да, да. Честь. Но это ведь великий труд за этим. Так что все от имени женщин, хочу сказать огромное спасибо, слова благодарности, здоровья, счастья вам и долгих-долгих лет жизни. Владимир Александрович, слово вам предоставляется. Вот. Во-первых, я очень рад еще раз, то, что здесь присутствуют мои семьяки. Вот. И особенно, особенно молодые люди. Ну, надо сказать, вот современная история, современные книжки по истории, там их раскритиковал даже поздно. Поэтому я немножко расскажу, чуть-чуть, очень кратко. Надо сказать про наша Россия, значит, имеет более чем тысячелетнюю историю. И вот приходится более чем 700 лет защищать свою независимость России с оружием в руках. Так что это вот не много таких стран, которые имеют тысячу лет, вот, и буквально, значит, два, две, три, два, три, значит, государства. Но вот Россия такая страна, которая защищала всю эту тысячелетнюю историю именно с оружием в руках. Потому что было достаточно много, значит, на подсве для того, чтобы, значит, Россию нашу как-то поработить. В свое время еще Марк говорил, вот вы можете, значит, соглашаться там с любыми государствами, там, значит, соглашаться с любыми, но имейте в виду, что никогда на Россию нападать нельзя. И вот особый период, это все-таки был, это период Великой Отечественной войны. Во всей истории, значит, нашего государства это был особый период, период Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия, сплотив вокруг себя всех сателлитов Европы. И вот эта вся Европа, она, значит, на Россию, на наш народ, который был сплочен в союзе советских социалистических республик. Безусловно, такой народ победить было нельзя. И не победили. Но надо говорить, что, значит, труженики и военнослужащие, значит, и земляки наши очень мужественно бороли эту независимость. Безусловно, значит, не одна сотня, значит, военнослужащих была наградена государственными наградами. Значит, труженики, тыла, они также, значит, очень достойно выполняли свой долг. Ну и вот уже было сказано, что городу Вежевску была присвоена почетное звание Город Трудовой Доблести. Этим званием гордится, в принципе-то, вся Удмуртия. Потому что это не только город, но и все, в том числе, значит, и труженики села. Ну, а если говорить про Алнарский район, то могу сказать, значит, Алнарский район – это продукция, значит, зерновых, продукция сельского хозяйства. Значит, на Алнарской земле был организован детский дом. Алнарская земля, она катала вальки. Ну и много-много-много других, значит, было много сделано для нашего тыла, именно и на Алнарской земле. Безусловно. Вот, так что я вас еще раз поздравляю с этим праздником, праздником победы. Вот. Ну, в общем-то, желаю вам всем мира, здоровья, успехов. И еще молодым людям хочу пожелать ваш вклад. Это вклад вам, ваш сейчас. Надо просто хорошо учиться. Учиться и познавать все, что дается в школе. Я хочу сказать, чтобы вы все-таки еще очень внимательно отнеслись к тому, что в настоящее время необходимо знать иностранные языки. это очень важно в наше время. Спасибо вам за встречу. Спасибо, значит, всем. Желаю вам всем здоровья, счастья, успехов и всего-всего доброго. Как на одном дыхании прошла наша встреча и подошла к концу. Уважаемый Владимир Александрович, от всего сердца хотим пожелать, чтобы тепло родных и близких надежно защищало вас от жизненных неурядиц, а каждый день пусть наполняется полезными делами и земными радостями. Песня подарок вам. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok